Инвесторы, трейдеры, всем доброго дня. Это 65-й Daily Report. Сегодня 19 августа. До конца лета, кстати, остается буквально две недели и есть время подготовиться к осеннему обвалу. Лето – это у нас традиционно такой скучный и малоподвижный период, но текущий год показал, что, оказывается, и летом могут быть сильные движения, насколько вырос российский рынок в рублях. Это, конечно, просто космос, но мы видим, с другой стороны, и ослабление валюты. Ну, в общем, скучно не было летом, а осенью будет еще веселее. И, кстати, у нас скоро стартует сезон учебы, да, все первоклассники пойдут в школу, собственно, кто учится, кто в университете. Я, кстати, всегда радуюсь, когда меня смотрят студенты или школьники. И, казалось бы, контент такой серьезный, да, больше подходит осознанной такой аудитории старше 25 лет, но есть у меня в зрителях и студенты. Вы большие молодцы, у вас много времени. Если вы смотрите образовательный контент вместо каких-нибудь там веселых обзорчиков, особенно на выходных, это, конечно, ваше большое преимущество. Ну, а те, кто постарше, продолжаем изучать рынок, продолжаем инвестировать. И, собственно, давайте начнем, не будем растягивать, на три часа и пробежимся по основным событиям, которые были на этой неделе. Почему я упомянул про обучение? Потому что посмотрите, сколько инфляция составила на образовательные программы. Здесь вот вышла интересная очень статья про образование для медиков, которая выросла от 20% за год, когда у нас официальная инфляция от Росстата составляет 4-6%, казалось бы, ерунда. Но по факту мы видим, что все услуги, товары растут гораздо быстрее, чем там макарошки, на которые нам советуют жить некоторые депутаты. Ну, что касается обучения, понятное дело, дорого, но обучение, оно всегда себя оправдывает, сколько бы там ни стоило. Всегда, если у тебя есть знания, навыки, ты можешь эти деньги обратно заработать. И неважно, чем ты занимаешься, ты медик или строитель, или, может быть, там делаешь маникюр, да, любая работа, если к ней правильно подойти и правильно отнестись, да, мышление очень важно, в таком случае получится заработать. Ну и небольшая такая, в преддверии регистрации в нашу приватку, 26 августа стартует регистрация. Если хотите торговать со мной, если хотите вот на будущем обвале осенью знать, какие акции, облигации покупаю я, то, пожалуйста, welcome, готовьтесь, не пропустите, информация будет в Телеграме. Поэтому туда подписывайтесь. Эту новость, кстати, я выложил в тележку тоже, там можно все это дело посмотреть. Ну а неделя у нас началась, интересно, с повышения ставки от Центрального банка, якобы для того, чтобы поддержать российский рубль. В 2022 году Центробанк точно так же повышал ставку, когда доллар пошел к 120, ставка была 20% от Центрального банка. И почему, да, многие до сих пор не понимают, как вообще ставка влияет на жизнь, думают, что им не надо за этим следить. А у нас от ключевой ставки зависят доходности по облигациям, по вкладам. У нас зависят проценты по ипотекам, под какой процент мы можем взять. Чем ниже ставка, тем выгоднее ипотека, чем выше ставка, соответственно, кредиты, деньги становятся дороже. Такой же процесс сейчас происходит в США, но там немножечко по-другому это работает. У нас же сейчас немножечко вот так вот ограничили активность, привлекают больше рублей в систему. При текущей ставке в 12% взять облигации на год, на три года вполне неплохая идея. И, кстати, если сравнивать облигации с вкладами, я всегда выбираю облигации, потому что в свое время я клал деньги на вклад. Сейчас они очень хитрые. Кладешь там на вклад на три года под там, допустим, 11% и получается, что через три года только ты сможешь эти 11% получить. А первые там 6 месяцев, 1 год, если ты кладешь, ты не получаешь никакой доходности согласно условиям договора. То есть это неликвидный актив. Неликвидный, значит, нельзя просто взять и выйти из вклада. Ты обязан его держать на счете. В случае, если будет какой-нибудь обвал на рынке, облигации можно раз продал, доходность ты уже получил, потому что там есть накопленный купонный доход, купончики получил. То есть доходность ты в любом случае, даже если ты раньше времени выходишь из облигации, ты получаешь. Вот со вкладами не так. Поэтому еще раз говорю, мой выбор это облигации. Хотя вклады, они в какой-то мере безопаснее. Ну положил и забыл там агентство по страхованию вкладов, вам 1,4 миллиона, если что вернет. То есть это уже железобетонно практически. Но есть свои тоже нюансы. Не всегда большая доходность, это значит, что лучше инструмент. Ну и основная у нас причина, конечно же, была это укрепление российского рубля. В моменте это помогло. Если мы посмотрим на доллар, то он после того, как соточку проколол, вот 101 было, дошел до 94. Ну вот под конец недели снова начал укрепляться. В моменте было 92,8, но под конец недели снова начался рост. Вероятно, не помогло. Тогда Центробанк еще раз объявил, что экспортеры будут продавать и отчитываться о продаже валютной выручки. И тут опять у меня был вопрос в чате, как это влияет. Влияет следующим образом. Когда экспортеры зарабатывают в долларах, они эти доллары приходят на российский рынок и продают доллары. Когда у нас начинается предложение большое по доллару, соответственно, он дешевеет. И когда у нас начинаются покупки рубля экспортерами, чтобы продать доллары, им надо купить рубли, когда у нас происходит этот процесс, рубль укрепляется. Потому что в моменте нет такого большого покупателя доллара, когда его продают экспортеры. У нас страна экспортирующая газ, нефть, другие ресурсы. Все это продается в валюте. И для всех, кто продает в валюте, конечно же, доллар по 100 – это очень выгодно. Ну и поэтому такой основной, наверное, момент, что экспортеры должны выручку продавать, чтобы укрепить рубль. Но тут оказывается, что... Почему укрепляется снова? Казалось бы, вот уже приняли меры. Приняли меры, чтобы ослабить немножечко доллар. Но это не помогло, потому что, как оказалось, экспортеры и так продают 80% валютной выручки. И тут нюанс в чем. Сколько бы они там, хоть 100% валютной выручки они будут продавать. Но у нас есть указ президента о том, что экспортеры имеют право оставлять часть выручки за рубежом в зарубежных банках, чтобы не сталкиваться с недостатком валюты или еще с чем-то. То есть экспортеры, зарабатывая деньги, они могут просто не заводить их в РФ. Соответственно, выручка будет меньше, та, которая видна для государства. Ну и таким образом не будет поддержки рублю. Поэтому в целом мы можем увидеть... Тут вот аналитики Альфа-Банк тоже вошли в чат под конец недели. Они так изредка залетают, какой-нибудь вброс делают. Повезет, выиграют, не повезет, значит, все забудут. Ну и, собственно, они предположили, что снова мы выше 100 пойдем по доллару. Я на самом деле тоже так считаю, потому что нет каких-то фундаментальных, как не было и 10 лет назад, фундаментальных причин для укрепления рубля нет. А фундаментальная причина – это у нас сильная экономика, это у нас крепкий, уверенный бизнес и стабильность вообще в стране. Ну, как вы знаете, стабильностью в стране у нас уже давным-давно не пахнет. Поэтому тут просто надо адаптироваться и нам с вами, как инвесторам, выбирать те инструменты, которые защитят нас просто от девальвации и от падения или роста доллара, как легче принимать этот факт. Ну а что касается российского рынка, он, кстати, отыгрывает, ну и вот РТС тоже пошел выше тысячи, отыгрывает снижение валюты и снова, снова вот под конец недели пошли в рост экспортеры. Мои сейчас компании, за которыми я прям пристально слежу и в которых разместил часть своего капитала – это Полюс Золото и это Норильский Никель. И вот, кстати, когда я говорю, что вот мы заходили вот в Полюс Золото, допустим, на 9600, 9800, я говорю, что сейчас компания выросла, многие решают, что это сигнал к покупке, а я в этот момент, наоборот, продаю. Друзья, если вы хотите видеть именно покупки, это только в закрытом канале, публично я говорю о своих продажах, то есть показываю результат своей работы, ну и плюс кто со мной покупал там раньше, кто в закрытой группе, они тоже могут фиксировать вот так вот результат, фиксировать прибыль вместе со мной. Ну а что касается новых покупок, я на самом деле ждал коррекции на российском рынке, до сих пор я в нем уверен, мы по индексу Мосбиржи должны увидеть все-таки снижение хотя бы до 2800 пунктов. Ну вот такой паттерн для себя я сделал, он не особо отработал, возможно, через ложный вынос снова пойдем ниже. Сейчас было бы вообще идеально, чтобы все было так красивенько, сделать вот такую штуку. Вот у нас есть левое плечо, у нас есть уровень 3000 пунктов, у нас есть второе плечо. И вот прямо идеально сделать тест, ну вот, наверное, 3200 сходить и потом уже пойти вот сюда. Может быть мы вот досюда дойдем, 370, чтобы прямо вообще по красоте было. Поэтому сейчас на ближайшем росте закупаться я бы не советовал. Ну и, собственно, посмотрим, да. Доллар, я думаю, укрепится до, наоборот, ослабнет до 88-86, но это будет, наверное, из-за каких-то ограничений, скорее валютных. Либо опять ставочку поднимут. Ну, а если говорить про перспективу, я думаю, что больше 100 это будет новая реальность на 2024-2025 год. Тут чудес ожидать не стоит. Ну, осень, осень. Надо посмотреть, что будет осенью, потому что на следующий год у нас выборы, возможно, окончание СВО, потому что перед выборами никому это не надо, я имею в виду США, да. Вот, поэтому посмотрим, как осень пройдет. Вот, теперь переходим к другим новостям. Газетка, которую я не люблю, но за которой приходится наблюдать. Очень часто Wall Street Journal вкидывает информацию ложную про нефть. То есть они говорят, что на Иран напали, что там беспилотники на Израиль летят. Такое отчасти, конечно, случается, но чаще всего это просто какие-то локальные моменты, и они не сильно влияют на нефтяночку. Но при этом фьючерсы резко могут делать движение вниз-вверх, и на этом вот эти редакторы зарабатывают. Так вот, Wall Street Journal написали, что Китай сейчас, по сути, находится опять на грани банкротства по своим застройщикам. То есть компания, которая в 2021 году еще выходила в информационное поле со своими долгами, что они не могут по облигациям заплатить. И сейчас там несколько компаний уже таких застройщиков, которые не могут свои обязательства погасить. Сначала был вброс про то, что они снова банкрот, и сейчас выясняется, что они будут реструктурировать свой долг. Ну, то есть они передоговорились, не могут оплатить, значит, отсрочат свой долг выплаты и будут дальше выживать. Но эта новость, несмотря на то, что она такая вроде как вброс, и на этом китайский рынок падает, она все равно серьезная, потому что следующий кризис может именно из Китая прийти. Я уже говорил об этом в тележке, что в целом Китай сейчас находится на дефляционной спирали. Если в США инфляционная, то есть там постоянно цены растут, растут, люди продолжают покупать, зная, что все будет дороже, и инфляция раскручивается, плюс еще растут цены на бенз. А в Китае, наоборот, люди видят, что все дешевеет, дефляция, люди не потребляют, и все больше и больше экономят. То есть у Китая проблема, что у них нет потребления и роста экономики. Это может вызвать дефолт как раз-таки у застройщиков, потому что для застройщиков важно, чтобы постоянно покупать новые объекты, чтобы инвестировать, чтобы зарабатывать. Ну и не только застройщики будут этим затронуты, но и другие компании, которые нацелены на постоянные продажи. Так можно сказать, в принципе, про любой бизнес, что у них проблемы, когда идет дефляция. Ну и тут хороший пример – это Япония, потому что в Японии много лет уже была дефляция, и они в этом году впервые смогли побороть дефляцию. И когда весь мир там старается как-то побороть инфляцию, как-то побороть рост цен, Япония, наоборот, вышла на такую траекторию роста, и экономика начала расти, начали активно все употреблять. Вот, поэтому здесь, возможно, будет то же самое. Сейчас мы видим дефляцию. Опять-таки осень покажет, как с этой дефляцией справится Китай, потому что партия уже заявила, что мы будем поддерживать рынок и экономику. Но если у них действительно это получится, то Китай с их ценами на акции станет очень хорошей точкой роста и очень хорошей инвестицией для тех, кто заходит сейчас. Это, кстати, вот я захожу сейчас, поднимая руку, потому что сейчас накапливаем тоже в том числе в приватке китайские активы. Ну, покупать, конечно, гонконгский доллар дорого, блин, но куда деваться, да, куда деваться, если хочешь инвестировать. Мы получим возврат инвестиций именно в активах. Американский рынок. Давайте посмотрим. Ну, во-первых, показываю свой шорт. Шорт, вот мой шорт. Это уже новый. Я переложился в декабрьский фьючерс. Сентябрьский фьючерс я уже буду закрывать на следующей неделе. Там тоже прибыль. Частично его уже подфиксировали. Ну, как и говорил, да, американский рынок очень дорого торгуется. Посмотрите, насколько выросли просто котировки компаний с начала года, с 1 января. Apple плюс 30%, Microsoft плюс 30%, Google 40%, мета, запрещенная в России организация, экстремистская, что там надо еще сказать, плюс 135%. Нас заставили продать по 92%. Я, кстати, часть позиций оставил. Они сейчас не торгуются на бирже. Я без понятия, как их буду продавать. Но я рад, что я их не продал по дешевке, потому что это был просто грабеж. Ну, вот. Nvidia просто пузырь. Пузырь .com, друзья. Сто девяносто шесть процентов с первого января, с начала года. Это, конечно, тоже огромнейший пузырь Nvidia. Понятное дело, там искусственный интеллект, плюс потребность в видеокартах, в их технологиях, и я не думаю, что у них сейчас такая суперклассная бизнес-модель, что вот могут котировки расти на 200% за 8 месяцев. Ну, это бред. И в ближайшее время жду коррекцию, конечно. Периодически Nvidia выбивает шортистов. Мы там видим движение плюс 13% за день, плюс 15%. Это все шортисты выбиваются. Но когда настанет критическая масса, да, и рынок перейдет в медвежью стадию, Nvidia, конечно, повалится и дойдет точно так же до 200 долларов. Будет просто минус 50% от текущих. Вообще без проблем. Сделали плюс 200, значит, сделаем минус 50. И те, кто сидит в Nvidia, думают, что это классная компания, ну, все будет понятно. Опять-таки, осень впереди, осень все расставит по местам. К тому же, если говорить про S&P 500, посмотрите, как закрывается график. Мы, конечно, дошли до тех отметок, которые я не ждал. Но вот эти, видите, этот паттерн, кривоватенький немножко, да, давайте его уберем нафиг отсюда. Он отработал. У нас оставалось 5% до обновления исторического максимума. А исторический максимум был на нулевой ставке от ФРС и был при максимально положительных условиях, да, то есть, когда все развивалось. Не обновили мы максимум, вряд ли его обновим. Неделя. Третья неделя закрывается тремя красными свечами. То есть, вот этот паттерн, это разворотный паттерн. Тут идет поглощение. Да, мы не дошли до 4300 пунктов. И сейчас, возможно, будет небольшой отскок, вот сюда на 4400 протестировать. И потом мы уже пойдем на 4300 и ниже. То есть, вот этого я жду сейчас от американского рынка. Поэтому, да, тяжело, да, надо ждать. Но вот смотрите, кто не ждал в 2021 году, там тоже была такая ситуация, такая история. И, кстати, очень похожий паттерн, 3 падающие свечки у нас были вот как раз-таки в 2022 году. Но тут вторую свечку немножко откупили, еще было спорно, да. Ну и потом пошел негатив. Потом после небольшого отскока, вот как раз-таки то, что мы видим, у нас пошел опять вот 1, 2, 3 свечки красные. Ну и дальше еще 4 красные свечки. То есть, совокупное падение составило, ну давайте возьмем, совокупное падение составило 15%. Это по всему индексу S&P 500. Поэтому сейчас, ну просто идеальная картина для того, чтобы корректироваться дальше. Что может поддержать американский рынок сейчас? Наверное, снижение ключевой ставки. А ФРС в лице Паула заявляет, что снижать мы точно не будем, пока инфляция не вернется к своему таргету. Инфляция у нас завязана под нефть. Вот просто объясняю вам причины следственной связи. Нефть у нас находится на тесте важного уровня. То есть, здесь в перспективе мы можем увидеть пробой, если еще вернемся на 80 долларов, я этого ожидаю. Но вообще здесь идет тест уровня 87-90, и дальше только космос. Мы снова пойдем на соточку. Этому могут поспособствовать, опять-таки, выборы. Выборы в Тайване, выборы в Китае, и возможные конфликты, в том числе в Африке и в саудовских странах. Плюс не забываем про других черных лебедей в виде, например, как это был там ураган Катрина, который был в США, который там тоже нанес существенный ущерб экономике. Кстати, на Apple TV включил, там есть сериал такой про этот ураган. Ну, интересно, значит, посмотреть, просто понять масштаб бедствия, которые случаются, которые могут быть. И сейчас мы просто живем в очень стабильном времени, когда вроде как ничего не случается, и все отлично. Ну, вот ситуация вот на Гавайях была, когда там вулканы или что там, пожары, пожары вспыхнули, просто там сожгли полострова или больше даже. Поэтому такие моменты стихийные бедствия тоже не стоит исключать. Они тоже влияют на индексы. А если какие-то два фактора произойдут вместе, то мы увидим как раз таки обвал фондового рынка. Поэтому, друзья, вот такая ситуация. Так, новость тут про... Да, ну вот Китай, это у нас юань. Юань на исторических минимумах находится тоже. Кто там призывал инвестировать в юань, я говорил, что смысл у них держать деньги. Ну, да, это лучше, чем держать, наверное, в рублях, потому что курс юаня медленнее обваливается, чем курс рубля. Но при этом юань тоже летит вниз. И если не инвестировать в юань, мне кажется, просто так его держать, ну, так себе идея. Подытоживая, да, давайте поговорим про крипту. Значит, SpaceX, компания Илона Маска. Да, но я бы не сказал, что это компания Илона Маска. Это, скорее, государственная компания США, которая занимается, по сути, спутниками. И вот этот вот весь спутниковый интернет, который сейчас находится над военными действиями, обеспечивает связь военных, да, в том числе на Украине, ведь их спутники, Starlink, да, по-моему, называется. Собственно, компания государственная, можно сказать, натовская. Да, Илон Маск там руководит, но, тем не менее. Она продала, в общем, биточек, как выяснилось, да, сократила долю в криптовалюте. И на этой новости вроде как, хотя после нее прошло еще два часа, только потом биткоин обвалился. Собственно, мы увидели обвал на 15%. Сначала пробили вот эту наклонную трендовую. Об этом я еще говорил в прошлом обзоре. У меня еще криптогруппа тоже. Ссылка на нее есть в описании, да. Ну, пока что там я не особо активно какие-то посты делаю, но, тем не менее, аналитика выходит. И здесь мы пробили эту наклонную. Был такой огромный, огромная сопля вниз до 24,600. 24,600. Ну, практически 24,500. Мы обновили минимум 15 июня, который был. Был 24,800. И сейчас по-хорошему обновить еще раз. Вот по опыту просто знаю, как с 2021 года мы начали корректироваться по биткоину. Сначала была такая ситуация растем-растем, затем вот такое вот проскальзывание, после этого небольшой ретест, и затем поход снова на обновление минимума. Сейчас я думаю, что вот хороший уровень будет 23,800, чтобы лонговать. Если же пойдем ниже, это опять-таки смотрим на осень, как будет осень себя показывать, то тут поддержки на 20,000 и на 19,000. Но по-хорошему надо обновить какой-нибудь минимум. Мне видится вот этот минимум на 20,000, но я очень сомневаюсь, что мы туда дойдем. Лично сам снова докуплюсь на 24,000-23,000 долларов по биткоину. Здесь, несмотря на какие-то локальные новости, которые выходят, да, там Илон Маск, SpaceX, там как бы сегодня есть, завтра нет, тут больше смотреть надо на принятие SEC, комиссия по ценным бумагам и биржам. Они сейчас судятся, во-первых, с Ripple, является ли Ripple там каким-то платежным средством, ценной бумагой, и судятся, не сколько судятся, сколько решают, одобрить ли спотовый ETF, которого еще, кстати, нет на рынке, спотовый ETF на биткоин и на эфир. Что это такое? Что это за инструмент? Многие тоже спрашивают, не понимают. Если появится спотовый инструмент покупки биткоина или эфира, это значит, что крупные институциональные инвесторы, типа там Vanguard, да, там Ray Dalio, всякие вот Баффеты, крупные ребята, которые, по сути, управляют рынком, даже сам BlackRock, который, издавая этот фонд, то есть имитируя этот фонд, он может сам инвестировать в него же. То есть он покупает биток и сам в него инвестирует. Это будет, наверное, самый важный и финальный момент принятия криптовалют. Если SEC, комиссия по биржам, одобряет листинг вот этого фонда, если он появляется, грубо говоря, значит, появляется возможность у крупных, у больших денег, которые сейчас крутятся в фондовом рынке, которые инвестируют в Apple, появляется возможность купить крипту. Ну и закон спрос-предложения. Чем больше покупателей крипты, тем она дороже. Чем больше покупателей акций Apple, тем она дороже. И это же будет работать на криптовалютном рынке. Поэтому я думаю, после небольшого снижения, надеюсь, мы его увидим, биткоин уже пойдет в сторону 45 тысяч, где его и пророчил Джей Пи Морган, крупнейший, тоже один из крупнейших банков Америки. Ну и впереди осень, друзья. Впереди осень. Я всех приглашаю начать ее с обучения и с знаний, потому что у нас в закрытом канале не только мои покупки, но и чат, где можно задать вопросы. И есть список уроков, начиная от того, как работает фондовый рынок, какие инструменты, и что такое акции, облигации, фонды в конце концов. И вы сможете, пройдя уроки, начать инвестировать, разбираться, покупать акции в рублях, акции в долларах, в гонконгском долларе. И, наконец-таки, управлять своим капиталом, потому что только инвестируя, только занимаясь своими финансами, можно достичь какого-то результата. Ну и вот эта последняя картинка, почему сейчас идеальный момент для входа в рынок. Посмотрите на динамику с 1928 года. Это динамика фондового рынка каждого месяца года. То есть, по статистике, у нас самый удачный месяц в году получается, как ни странно, июль. И этот июль не был исключением в этом году. Дальше идет декабрь, новогоднее ралли, когда все перед тем, как закончить год, закупаются на 13-ю зарплату акциями и инвестируют. Ну, я говорю, естественно, не про всех, а только про финансово-грамотное население, которое сами формирует, собственно, доход. Дальше идет апрель, дальше идет январь, опять-таки новогодние ралли на ноябрь. То есть, конец года, посмотрите, декабрь, январь и ноябрь, они находятся, по сути, на самом удачном моменте для инвестиций. То есть, если вы заходите в начале этих месяцев, очень велика вероятность, что вы заработаете. Ну, а самые, наверное, такие неудачные, это май, февраль и сентябрь. Так вот, в сентябре, когда будет падать рынок, у нас после сентября идет октябрь, перерастущий на 1%. В сентябре, желательно, во второй половине надо закупаться акциями. Именно поэтому я в ближайший месяц, вот записываем 19 августа, где-то с 19 сентября надо будет заходить в активы, потому что дно все равно не поймаешь, ну, а если вы долгосрочный инвестор, то это лучший месяц для того, чтобы инвестировать. Ну, и будьте аккуратны, особенно те, кто инвестирует в конце августа, тут лучше вставать в шарты и не торопиться с покупками. А сентябрь будет интересным, насыщенным на события. Чтобы ничего не пропустить, я, конечно же, жду в следующую субботу всех на регистрацию. Все будет проходить в Телеграме, ну, а чтобы поддержать мой канал, если выпуск был полезным, если вам нравится смотреть мои видео, недавно разговаривал с другом, ставьте лайк, естественно, разговаривал с другом, он мне говорит, я включаю видео на YouTube, ты так спокойно рассказываешь, и иногда я просто, ну, типа, успокаиваюсь, когда слушаю твои выпуски. Вот. Ну, надеюсь, вы не только слушаете, но и вслушиваетесь, потому что информация действительно важная для ваших финансов, для ваших кошельков. И последняя неделька лета. Наслаждаемся жарой, ставим лайки и поддерживаем канал комментарием. Субтитры сделал DimaTorzok